Всем привет! Мой прогноз на матч Суперкубка Италии. Ювентус играет против Латсу. Честно, сразу вам скажу, над этим матчем я думал больше всего. Очень тяжело для прогнозирования, на самом деле, потому что очень много факторов, про которые мы можем только догадываться. Поэтому сразу скажу, много особо не ставьте. Мой прогноз на этот матч, то, что Ювентус не проиграет, плюс обе команды забьют за цену 2.22. Объясню почему. С одной стороны, все говорит в пользу того, что Ювентус победит и причем одержит сухую победу, потому что в последних 10 матчей между Ювентусом и Латсу неизменно побеждает Ювентус. Для Латсу Ювентус очень неудобный соперник. В последних 7 матчах к ряду Латсу не может забить Ювентус, Ювентус одерживает сухую победу над Римлянами. Почему же здесь я беру ставку обе забьют? Касаемо 1х, я думаю, все понятно. Касаемо обе забьют. Несмотря на всю эту дурчайшую статистику, я думаю, что именно здесь обе забьют может пройти. Во-первых, игра будет в Риме, несмотря на то, что хозяева Ювентус, игра будет на стадионе Латсу. Первый фактор. Второе, наверное, самое главное, то, что Ювентус лишился двух защитников основного состава. Если Даниал, в принципе, он хорош в первую очередь в нападении, при подключении, то потеря Бануччи, которая ушла в Милан, она очень серьезная. Потому что Бануччи, это такое ядро Ювентуса, это абсолютно точно лучший защитник и самый определяющий защитник Ювентуса в последних нескольких лет. В этом плане он даже переплюнул к Елини. И без него, конечно, будет тяжело. Команде, по сути, это первый официальный матч без Бануччи. И касаемо, кстати, предсезонки, Ювентус во всех матчах пропускал. Не люблю я слишком большое внимание концентрировать на предсезонках, на товарищеских встречах. Но, тем не менее, это все равно показатель, что ни в одном матче Ювентус не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Плюс, понятное дело, это первый матч сезона. Пока что взаимодействие не так налажено. Футболисты вышли с отпуска. И это тоже определенный аргумент в пользу того, что Ювентус допустит осечку хотя бы однажды и пропустит в этой игре. В принципе, Латсу команда неплохая. Команда усиливается нападающими. Команда в том сезоне провела достаточно неплохие матчи. Но, за исключением, наверное, матча против Ювентуса боролась до последнего. То есть, в принципе, Латсу сейчас находится на хорошем своем этапе развития и вполне может забить Ювентус. Однако, все равно, несмотря на все это, уверен, что Ювентус не проиграет, потому что Ювентус это машина потрясающего нападения, которое еще укрепилось этим летом. Дуглас Костов был арендован у Баварии. Еще были приобретения. То есть, в принципе, я не верю в то, что Латсу, по крайней мере, в основное время победит Ювентус. Поэтому оставка 1х Ювентус, но плюс обе команды забьют. Закоффициент 2.22. Кому прогноз понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. В комментариях вы сказали свое мнение по тому, как завершится эта встреча. Ну и, конечно же, переходите в мой паблик ВКонтакте, где вы найдете двойник экспресс с большим коэффициентом, который не появляется на моем YouTube-канале. Все ссылки будут в описании. Увидимся в следующих видео. Следующее видео будет моим очень интересным. Обязательно его посмотрите. Продолжение следует...